Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот Я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин Гость сегодняшнего, точнее гостья сегодняшнего Разворота Главный редактор бухгалтерского журнала Биланса Автор книг и статей по бухгалтерскому учету Майя Гребенко, здравствуйте Здравствуйте Телефон на прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9 И также вы можете писать нам по WhatsApp, задавать вопросы 230-6191 Вы уже глубоко вздыхаете Эта тема вас гнетет, так вот, эта бухгалтерская То, что с ней происходит в последнее время Нет, чем старше становлюсь, тем сложнее Однозначно отвечать на какой-то даже простой вопрос Потому что всплывает все на свете Какая-то восточная мудрость есть Чем больше я знаю, тем больше я не знаю Потому что начинаешь соприкасаться со всеми другими делами И уже просто так вот сказать, да или нет, уже нельзя А, к сожалению, у нас народ, когда задают вопросы, он хочет не разобраться Почему, от чего, ну, чтобы владеть как-то темой А просто скажи, да или нет А он через пять минут сдвинулся на один сантиметр, а там уже другие условия Есть люди, которые сдвигают на один сантиметр Ну Как раз им, видимо, этим и обязаны Но вся наша надежда, я имею в виду, жителей Латвии как раз во многом на бухгалтеров Потому что в свете финансовой политики в том числе И не только ее, и, может быть, финансовой грамотности Мы об этом тоже поговорим Часто, конечно, это просто темный лес Но вот сейчас мы как раз по некоторым вопросам пройдемся В частности, лицензирование так называемых внештатных бухгалтеров Вот, как мы выяснили с вами за эфиром, это еще далеко не окончательное решение Но о таких планах, как минимум, с 2020 года говорится Вот, и, насколько я понимаю, преподносится это как часть вот этой вот рекомендации европейских money well Борьбы с отмыванием денег, легализацией, значит, незаконно нажитых денег Финансированием терроризма и прочего Вы, как бухгалтер, как бывший настоящий член ассоциаций всевозможных Вы поддерживаете, я так понимаю, такую инициативу? Ну, я бы не сказала, что я именно эту инициативу поддерживаю Хотя меня никто не спросит Просто дело, речь идет о том, какого качества бухгалтеры предоставляют информацию СГД При нынешних объемах руками никто не обрабатывает информацию Значит, все у нас старается сделать через эту электронную систему декларирования Проще и быстрее Проще и быстрее Вот, ну, бухгалтера у нас, как говорится, ну, не меньше половины уже достаточно преклонного возраста К сожалению, так, ну, так у нас есть Это не к бухгалтерии, это ко всему относится Слишком много развелось старичков у нас Вот, освоили, освоили, предоставляют Старость, простите, старость, это ведь не диагноз, здесь речь идет о, вот, видимо, каких-то... Старость, это не диагноз, это подлость Да, речь идет о нелицензированных, или как это можно сказать? Нет У кого нет лицензии, я так понимаю Иностранцы удивились, когда они узнали, что у нас эта профессия Кто хочет, тот и работает К сожалению, так исторически сложилось, когда начались все эти революции и перетурбации И мы перешли на бухучет, то шли от старого, пришли к новому То бухгалтера востребованы были И все, которые, ну, более-менее умели нажимать на кнопки калькулятора Значит, туда пошли Часть из них подучилась Я думаю, Феймин учила просто, это эпоха А человека зависит, просто способен он это воспринимать или нет И сейчас, ну, в процессе вот всех вот этих лет Очень много было всяких курсов, там, всяких возможностей научиться Плоть до вузов Кто не в вузе, то, может быть, сам умен Всякие варианты есть Так в отношении вот всего этого вместе взятого У нас сейчас как флагом размахивают, что у нас демократия Демократия, что хочу, а, и свобода слова Вот И, к сожалению, это понимается немножко превратно И поскольку жизнь тяжелая И все время что-то тебя гнетет там Или на работе, или в семье, или в школе у детей То народ становится раздраженным Раздраженным, и вот все вот эти негации давят, давят, давят И начинается высказывание своего мнения Мнение, которое не обосновано совершенно ничем Ничем Вы прекрасно знаете, как у нас О, все воруют Вот депутаты воруют Ты был там Ты вместе воровал, что ты можешь это утверждать То, что у них информация есть Чем воспользоваться Это вовсе не значит, что они воруют Начнем с этого Потому что тех, которые воруют У нас есть куда посадить Вон новая тюрьма Строится в Лепое Хорошая, удобная Вот И вот с этими мнениями мы постоянно сталкиваемся К сожалению Если мнение не основано на каких-то конкретных Не частных случаях А на какой-то статистике Хотя бы элементарной Тогда можно говорить Но люди не интересуются этим Им легче услышать Вот по радио сказали хорошо Да, все хорошо Да, мы все довольны Сказали плохо Да Вот там завалили реформу туда Да, завалили реформу А вы вообще интересовались этим? Я немного сейчас потерял нить Как мы от бухгалтерии ушли Но Я при этом Позволю себе Контр-небольшой аргумент Но ведь Вот эти настроения Есть Вот вы сказали о статистике Есть статистика И там индексы Статистика есть, да Всевозможные индексы настроения Оценки Они всегда вот такие, какие они есть И они ведь тоже не из воздуха берутся, наверное Они ведь возникают Очень часто из воздуха Очень часто из воздуха Из воздуха ничего не берется Нет, ну воздух можно наполнить чем-то Он же не просто там прозрачненький такой Нас пичкает информация со всех сторон Каждый блюдет свои интересы Как что-то случается Ну хорошо, бухгалтерия Вот у нас был сейчас скандал С этим рестораном, да Как бедную девочку обидели И не с одним, кстати, на самом деле Про другие Не так это подробно было рассмотрено, да Поскольку я следила за их дискуссией Про Аэроксалу сейчас? Про Аэроксалу сейчас говорите? Нет Нет, про Кенфилд Дискуссия у Домбурса Девушки этой И генерального директора Вот Ну это надо смотреть просто Чтобы понять, вот оценить Как вот человек вообще считает Он должен работать Все ему должны помогать Да, БСГД должен вот прийти Постучаться и сказать Давайте мы проведем какой-то курс Чтобы вы поняли, как вам работать Девушка кидает одно кафе Налоги не платят, да Кстати говоря, насчет опросов У нас был один опрос Недавно совершенно Когда у людей спрашивали Как вы считаете Это прилично долг не отдавать? Нет, плохо Вот лично На личностном уровне нет Это плохо А государству налоги? Ну это как-то, ну Может быть Понимаете, вот Вот покуда такое отношение В обществе будет Чего мы ждем? Что у нас что-то будет хорошо От правительства Ну хорошо, а как в таком случае Ну раз мы опять в эту тему Уже погрузились Вот не так давно Премьер всех немножко озадачил Каменч, я имею в виду Задачил свои реплики По поводу того, что Мы готовы понизить налоги Если люди станут охотно их платить А пока никто охотно их не платит Ну никакого цинизма В этой реплике вы не находите? Ну вы понимаете У каждого То есть люди просто так их не хотят платить? Вот просто они как бы Не хотят находить из тени А бывает и просто так Нет, бывает может быть Да Я имею в виду, если про тенденции говорить Мне трудно сказать Я плачу налоги Тем не менее Мне близкий друг один говорит Ну так уж я тебе и поверю Что ты их платишь Я говорю, ты понимаешь Я их не могу не платить Потому что у меня фирма Ты доядом и с тобой Все как бы Хотя ко мне никогда Я с ГД не приходила Я слишком маленькая Вот Ну в принципе Ну вы на секундочку Главный редактор Бухгалтерского журнала А нет, у меня своя фирма Все как я вас представила У меня своя фирма Вот И я сейчас Я на пенсии Я плачу налогов больше Чем я получаю пенсию Да Я тоже могу возмущаться Чего это я всю жизнь У меня 52 года стажа Чего это я всю жизнь плачу И уже совсем старенькая А все равно еще должна платить Да Может это несправедливо То же самое Как народ считает Что несправедливо Облагать подоходным налогом пенсию Мы же платили налоги Это касательно Вот этой темы Насчет грамотности народа Который разбирается в чем-то Хотя пенсия формируется Совершенно из тех средств Которые никогда в жизни Не облагались налогом Ни у предприятия Ни у человека А это мнение Каждого спросить Я у бухгалтеров это спрашиваю Которые прекрасно знают Что с этих сумм налоги не платили Но мы вообще какие-то налоги платили Поэтому все это до кучи Все-таки закрываю То социологическое Сейчас мы больше по теме Но какие вы видите причины того Что такое отношение в таком случае Вот если так коротко Вы знаете Старая пословица Ломать не строить Вот все было разломано И потом по кучке Начинали собирать вот это все Законодательство приводить К какому-то приличному виду Вот на рубеже вот этих 90-х годов Прошло уже 30 лет А что? А что? Что изменилось? Не построили? Пытаются строить Но вы же видите Какое сразу сопротивление Находится тут же кто Начинает защищать эту девочку Которая бросила ту фирму Не заплатила налоги А там было меньше 5000 Меньше 5000 Она не заплатила Но она тут же открывает Другой ресторан А представьте себе Сколько стоит открыть ресторан Аренда Мебель Оборудование Продукты Ну все что Вот оборотные средства Все это надо покупать А откуда же ты тут Эти деньги нашла? Она думала Что СГД не знает это Ну это уж наивность Сверхнаивность А по поводу строить И сопротивление Не странно что у нас Ну у нас И это наверное хорошо Очень часто меняются Министры в принципе Вот как следует Даже чаще чем следует И каждый новый министр Как правило Это на самом деле Это можно просидеть Он начинает сразу критиковать И ругать предыдущего Министр финансов Данной резины Отцуозула Осуществившая Масштабнейшую реформу Налоговую реформу Сейчас очень критически Говорит О ее Можно сказать О преемнике О том Кто продолжает Это строительство А это что такое? Ну что Человеческое качество Анекдот про три конверта Значит сначала ругай предыдущего Потом что-то там еще И потом Потом пиши Три письма снова Всегда что-то можно улучшить Проблема в том Что если Какая бы ни была Дана С тремя головами Она не может Сделать все Что она хочет То есть В задатке В этом Как он Уже русский язык В самом начале Вот идея была Реформы Она совершенно Не похожа на ту Которую приняли И я еще Когда Но это не проблема Общества ведь Ну жить-то Обществу Я еще Когда только Начинала В этой сфере Работать Потому что Принципы остались Те же самые То люди Которые Занимаются этим Они говорят Мы не узнаем Документ Который принят Значит Обычно У нас ругает СГД Вот СГД Такое-сякое Не знаю Какое Такая В женском роде Потому что Ты приходишь И контактируешь Сейчас с ними Значит Идем обратно Кто СГД Заставил Какие-то Требования Выдвигать Минфин Минфин Нарисовал Законы Которые СГД Должна выполнять Без всяких Комментариев Поэтому они Пишут У нас их Советов Информационный Характер Они выполняют То, что в законе Пока закон есть Был у нас Белорусский вокзал Где этот бухгалтер Сказал Ты отмени Эту норму А потом Как говорится А на самом-то деле Минфин делает То, что Заказывают Политики Вот сейчас Они наобещали Вот эти 500 500 СГД делает СГД делает То, что Заказали политики Нет Минфин СГД делает Что Минфин Нарисовал закон А ему Заказ Дают Вот они Хотят Вот эти 500 евро Я тоже Хочу Мне не жалко Мне не жалко Пусть им платят 500 евро Любой предприниматель Который должен Заплатить Эти 500 евро Он же должен Их получить За свой продукт Значит Это тут же Логически Предположить Что его продукция Будет дороже Так Он заложил Это Чтобы обеспечить Это И тогда Начинается опять Вопли Общество Что все Подорожало А как оно Не подорожает Если его Заставляют Платить Эти 500 Ну вот Все взаимосвязано Как в бухгалтерии Дебет Кредит Один без другого Не существует Бывает два Дебета Один кредит Бывает два Кредита Один дебет Но все равно Все Вот это Балансируется И поэтому Если вот эту Цепочку Разобрать Что от чего Идет Ну вот И получается Так как Получается Во всем мире Платятся налоги Платятся Платятся Сами платят По результату Года платят Да Ну Разные там Варианты Когда наших Вот прижучили Вот этой Реформы А сделали В реформе Я не могу Говорить Про все Налоги Потому что Они разные И разные команды Ими занимаются Моя сфера Трудовые отношения Потому что Ни одно предприятие Не живет Без работников Вот Возмущался народ Опять народное мнение Почему минимум Необлагаемый Применяется К любой зарплате Большой К маленькой Не важно Что этому миллионеру Там эта капелька дает Да Убрали Убрали Сказали Минимум применяется От одной суммы До другой суммы По уменьшению Потом все Больше В этом году Больше 1100 в месяц Вреднем получаешь Никакого минимума Не положено Получаешь 440 Ты имеешь Минимум 230 Все прекрасно Убрали Это обеспечили Второй То что народ Тоже выступал По поводу того Что ставка налога Одинаковая для всех Сделали ее Прогрессирующей Больше 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 Ну другое Другое дело Что можно было Другими Этими Кусочками Делить Но если мы посмотрим Что за границей Там в принципе То же самое У меня сейчас Сейчас я вас перебью Нам нужно прерваться Очень коротко Окей На этом слове Мы остановимся И продолжим Буквально через Полный минут Да Продолжаем Разворот У нас сегодня В гостях Главный редактор Бухгалтерского Журнала Биланс Автор книг И статей По бухгалтерскому Учету Майя Гребенко Еще раз Здравствуйте Говорим Про Бухгалтерские Дела различные Давайте все-таки Вот время у нас летит На самом деле Попробуем более конкретно Все-таки разберемся С этим лицензированным Внештатных бухгалтеров По вашей оценке Вот этих Внештатных Бухгалтеров Так называемых Не до конца Еще понятно Кто это такие Каков их процент Вообще На сегодняшний день Вот те люди Которых хотят вывести Ну из тени Если так можно сказать Ну сколько Мне известно Больше 7 тысяч Штук Штук Да Потому что в каждой штуке Может быть Несколько еще бухгалтеров Это фирмы Фирма может быть Из одного человека Фирма может быть Из нескольких А процент в соотношении Примерно Ну если брать От общего числа Не видела Не видела Не считала Это 1, 5 Или 20 Нет Не 20 Меньше 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 Нет Ну тут проблема Завязана на чем У меня фирма Допустим По обслуживанию У меня несколько Бухгалтеров сидит То есть Я обслуживаю Больше Чем бухгалтер Который сидит На большом предприятии Хотя Логически предположить Что этими деньгами Крутят Вертят Да Там наличка Там отмывание Там и все на свете Да Именно большие фирмы А тут-то Их много Но они маленькие Да им в голову не придет Никакое Никакой терроризма Никакое это самое Да Но они обязаны Стучать Если они что-то Видят Ну пока не обязаны Но хотят их Вот к этому В принципе обязаны Сообщать о подозрительных сделках В принципе обязаны Банки обязаны Это делать Банки это делают Потому что они Ну Не лично Как говорится Работники эти А по налогам И пошлинам У нас Везде Ну не везде Ну страшно сложный Большой закон Ты должен Сообщать Что ты Что-то видишь Не сделанное А даже если Собираются делать Даже если просто Консультируются Вот пришли у меня И стали спрашивать Вот как нам Что-то там вот обойти Да Вы употребили слово Вот стучать И это действительно так А как иначе С точки зрения Предпринимательства Это положительная Тоже Ну инициатива Я думаю Это от безысходности Потому что СГД У нас и так Очень большое Количество работников Да Значит сами Они это Видят только тогда Уже постфактум Вот Видит первый бухгалтер И бухгалтер Вот глядя в глаза Своему руководителю Ну этому хозяину Так скажем Да Который с руки Ест У которого Да Она У которого работает Да 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 Ну Она должна Догадавшись Что может быть Здесь что-то Вот не совсем так Да Она продолжает Улыбаться И потихонечку Как это Ну как это Самое интересное Что В Дельфах Поскольку я Все время там сижу Две информации Одна Мешки КГБ Открываем Другая Бухгалтер должен стучать Мешки уже открыли Ну да Теперь видимо только бухгалтеры Теперь бухгалтер Теперь бухгалтер крайний У нас долгое время в законе Ответственность за бухучет Был на руководители Руководитель далеко не каждый Разбирается в этом Ну поэтому вроде как-то Логично повесить Ответственность И на бухгалтера И вот бухгалтер Сейчас между молотом И наковальней С одной стороны Он должен Стукнуть А с другой стороны Его накажут Если он не стукнет Вот и Вот и все Называй как хочешь Это Называй как хочешь Но я говорю Я думаю что это решение Принято просто от безысходности А предприниматели Которые возможно Наверное есть такие Которые сами ведут Свою бухгалтерскую деятельность Такое встречается? Да есть Что с ними предполагается Если теперь нужно всех лицензировать Им нужно будет в срочном порядке Искать официального бухгалтера Или самому лицензироваться? Нет Это который сам у себя ведет Это совершенно малюсенькие предприятия Типа моего Я единственный Во всех лицах Я могу Мне разрешено вести этот учет Даже пример вот такой Который из статистики Собрались наказывать бухгалтеров За несвоевременность данной отчеты Но понимаете СГД все таки это большая машина Эти данные поступают от людей Обрабатываются Идут дальше Анализируются Накапливаются Но главное что Эта машина должна четко работать Потому что Ну невозможно договориться Знаешь там Маша, Миша, Гриша Я принесу завтра тебе годовой отчет А завтра нельзя Сейчас Потому что машина Регистрирует Когда это будет Собрались наказывать Там за сколько-то дней Там те суммы Там расписано достаточно подробно Ну с одной стороны По-человечески Ну может этот бухгалтер Заболеть Умереть может Ну все что угодно может быть А его наказывают За то, что он опоздал За то, что он там На один день На больше Так когда я узнала статистику Вернее фраза Нашего гендиректора Она говорит У нас вовремя сдают Отчетность 30% Мы очень хотим Поднять этот процент Хотя бы до 50% Это ужас Это просто ужас Это шаляй-валяй Ведь дело в том Что если ты действительно Не успеваешь Потому что что-то случилось Ты можешь сдать Какой-то черновик А потом его исправить Но он пошел уже Человек, который На другом конце принимает Он получил Он действует дальше Исправлять можно Все что угодно Ну так вот Как на это смотреть Переходя к зарплате Если бухгалтер Не посылает данные О работнике Об этом Ему неправильно Рассчитают Необлагаемый минимум Кто будет виноват? Бухгалтер Бухгалтер будет виноват Так не в том Что он не послал Потому что работник Не знает об этом А о том Что ему рассчитали Неправильный минимум И теперь он должен бюджет Потому что Не было сведений Значит у него Нету доходов Раз нету доходов СГД считает Что мы можем Разрешить Большой минимум Большой минимум Дает маленький Подоходный налог А в конце года Приехали Наденьте наушники У нас звонок есть Давайте примем его Добрый день Эти? Да Добрый день Добрый, добрый Пожалуйста Очень интересно Слушать специалиста Но вот как работодатель Как директор компании У меня вопрос Скажите пожалуйста Если я как Руководитель компании У меня Ну скажем так Сомнительная сделка По определенным Остательствам Я должен ее провести Ну скажем так Коммерческий закон В Латвии Настолько несовершенен Что по-моему По нему работать Честно невозможно Это так Личное мнение Разве не В силах бухгалтера Сказать мне Мол так и так Иван Иванович Ты Неправильно Здесь Эту сделку Хочешь провести Сразу же К тебе придут И скажут Что эта сделка Сомнительна Я как бухгалтер Предлагаю Тебе сделать Вот так И так И то есть Ну компетенцию проявить Не в том Чтобы заполнять Бедовые отчеты И складывать счета Износить А именно Проявить себя Как именно Бухгалтер То есть Предложить мне Схему По которой Эта сделка Будет Ну скажем так Не сильно Сомнительна Для наших органов СГД Извините Что если я Так немножко Делетански Это все говорю Но вот Меня как предпринимателя Волнует больше Это Для меня Бухгалтер Это как бы Советники Финансисты То есть Он мне должен Говорить о том Как я должен Проводить сделку Чтобы ко мне Не приходили И соответственно Ей не придется На меня стучать Спасибо Спасибо Понялась Целиком И полностью Согласна С вами Так это все Выглядит В идеале Но бухгалтер Которого Напугают Нормой закона За то Что он не стукнул Только от того Что он В ваших глазах Увидел Вот это желание Сделать такую сделку Пока что считается Что он должен Стукнуть Он ничего Не должен делать К вам придут И разберутся Потому что Ситуация Очень много От чего Может сделка Быть Сомнительной В разных отраслях Разные признаки Покуда закон Не имеет Окончательной Редакции Мне трудно Сказать Как это будет Выглядеть Но я могу Догадываться Но это будет Просто ля-ля Вот Да Вполне возможно Что бухгалтер Сделает вам Такой вариант Сделки Который Который Как говорится Будет Ну Не сучка Не задоринка Задоринки Но если Все-таки Что-то там Проскочит В каком-то Виде Вы понимаете Что всегда Эти концы К вам И от вас И будут проверять Кого-то другого Выйдут на вас И выяснится Что бухгалтер Вот Что-то Не так Сделал Не так Предложил Давайте еще Звонок Примем Да Слушаем вас Теперь Добрый день А вот Смотрите В принципе 99,9 Десятых Нормальных Людей В Латвии Да Вообще Трудоспособных И прочих Прекрасно Понимают Что минимальная Зарплата Которая заявлена И объявлена Что это Киллерам Люди реально Получают Намного Больше Все Получают Конверты Конечно Так вот Ни один Человек В правительстве Ни один Вообще Никто Не задается Целью О том Чтобы Как-то Это дело Решить Этот вопрос Решают Да То есть Допустим Те же Сделать 500 Необлагаемые Да Чтобы люди Получали Эти деньги Реально Они вот То что Творится Вообще Та же самая Петровича Которая В правительстве Жакис И прочее Все там Все повязаны Все все знают Никто Это даже Не хочет Пальцем шевельнуть Чтобы это исправить Спасибо больше А что вы мне Предлагаете 99,9 Я не знаю Не считала Опять же Большинство Да Конечно Но Дело в том Что все эти налоги Которые собираются С этих сумм Да Не принимая во внимание Необлагаемый налогом Этот минимум Да То есть Он меньше Значит налог собирается Больше Он в обществе Перераспределяется Он уже На что-то Нацелен Точно так же Как любой человек Вам скажут Что азартные игры Это плохо Семью разоряют Там люди Бог знает Что творят В результате Там трагедии Там трагедии И все прочее Такое Но налог с азартных игр Он кормит Какого-то Другого Какой-то другой Слой общества Потому что Это все В кучку складывается А потом Распределяется И поэтому Потому что Распустить Было очень легко Сейчас собрать Очень тяжело Потому что Народ стал Грамотный Народ видит Как и что происходит Вот А действительно так? Народ стал Грамотный? Нет Ну финансовом смысле Я имею в виду Нет Не очень Все таки нет Не очень Нет Просто видит 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 Что происходит Да Поэтому Если сосед воруют Что бы мне там Что-нибудь не поиметь То есть это не осуждается В обществе Не платишь налоги Ну и не плати Молодец Даже так вот Я на бухгалтерском форуме Читаю Не платил И платить не буду никогда Но вот я так не смог Все таки выяснить от вас В чем причина этого То есть Вот Мы уже выяснили Что что-то из воздуха рождается Хотя это не очень Убедительный аргумент Все таки Может все таки Это связано как-то С какой-то Политикой Налоговой Там Финансовое государство Вы знаете Ни одна страна Не живет без этих самых налогов Ну нет Это не обсуждается Нет Ни в коем случае Все живут с налогами Но Есть какие-то Нюансы может быть Еще Была бы я такая умная Я бы Чего-нибудь бы сделала Да Вот Но Политика Вещь не очень Меня привлекающая По разным причинам И я думаю Любого порядочного человека Она не очень привлечет Потому что Коллективное мнение Оно Выполняемо Обязано Партия решила Значит Вот мы голосуем Так или иначе А то Что я лично Не согласна С этим Да Ну вот Пока ты в партии Ты должна Придерживаться Этого Вот А выходы Какие Я начала Коснулась Того Что за границей Тоже Вот это Дифференцированные Ставки Больше доход Больше налог Ну там Извиняюсь Номинал С многими Нулями Да А мы Вот выбираемся Вот так Вот Ну Близится Формирование Бюджета Очередное Сейчас Это уже Начинает Так потихоньку Обсуждаться И когда Правительство Там с горем Пополам Сформировалось Премьер Очень четко Сказал Что налоги Мы трогать Не будем Сейчас То тут То там Начинают Какие-то Нитки Вылезать О том Что может быть Но при определенных Обстоятельствах И так далее Как вам кажется Все-таки Придется И если придется То как это Может выглядеть Или по этому Пути реформ Все-таки Удастся Вырулить На Какую-то Другую дорогу Очень трудно Предполагать Потому что Эти люди Которые решают Я их Не знаю То есть Они Ну не засветились Но когда У Так скажем У одного Из министров Советник По экономическим Вопросам Бывший Артист По экономическим Вопросам Да Я считаю Это министра экономики Вы имеете ввиду? Слава богу Нет Не будем уточнять Ну хорошо Да Не будем уточнять Потому что Кто вы сомневаетесь В компетентности Этого министра Иссоциативника Естественно Потому что Ну вот я удивилась Как Петрович Вошла в роль Да Очень даже Меня устраивает Это так скажем Я сейчас закончила Статью По индексации Пенсии Которая вот В октябре будет Очень нехило Я не думаю Что это я Там на 100% Это ее заслуга Да Но все таки Оно есть Все таки Оно есть В этом году Ну пока они еще Не проиндексированы В октябре В октябре будет А все будет благополучно Вам кажется Ну более как Если я к своей пенсии Получу почти 33 евро Каждый месяц Значит все таки Не так страшно Но надежда Хотя бы есть На то что Можно себе позволить Было это сделать Чтобы Да Ну значит Повышение налогов Нам все таки Не избежать Возвращаясь Опять же Я не требую Может быть да или нет Но все таки Вот С учетом того Что мы имеем По прошествии Вот работы правительства И их риторики И прочего Вы знаете Я этой работы Не вижу пока Они пока что На плечах Предыдущего правительства Какое бы оно ни было Оно было Оно выглядело Профессиональнее Так скажем А что вот Кучка Вот которые сейчас Пришли Они могут быть Очень хорошие люди У них очень хорошая идея Они хотят Это сделать Но где На скрипсти Это Я тоже хочу Вот хочу Хочу Как это Жванецкий говорил Выхожу на полянку Хочу 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 Да А Взять-то откуда-то надо Давайте Звонок Добрый день Доброе утро Пожалуйста Доброе утро А что вы хотите Чтоб народ платил налоги Да вы что Издеваетесь что ли Посмотрите Куда идутся Эти налоги Сначала Куда А потом А потом уже Надо задавать вопросы Ну допустим На ржавую технику Можем собрать 200 миллионов А медицине 40 миллионов Доздать мы не можем Ну Потом Какие-то махинации Государственные заказы Странные Строительство Странных мостов За такие бешеные деньги Ну что Народ же видит Он же по крайней мере Не дурак Он же знает Куда Вот он платит налоги А эти налоги Разбазариваются А потом говорят Вот у нас на медицине Не хватает Ну Естественно не хватает Человек платит налоги Нормально Исправно С чистой зарплатой Большие налоги Он ждет 2 месяца Чтобы попасть к доктору Он будет платить налоги Да вы что Ну вот видите Это мнение 30 лет уже здесь Большинство Спасибо Да спасибо вам Большого количества людей Ну а вы контраргумент Какой-нибудь Приведите пожалуйста Тогда не нужно Ходить на демонстрации И кричать Что маленькая пенсия Маленькое пособие Потому что оно Берется из налогов Одно из двух Или мы не платим Но тогда мы и не требуем У государства Нет Но вот человек пояснил Почему у него нет желания Платить налоги Он сказал Что он считает Что те траты Которые осуществляет государство Ему кажутся абсолютно Нелогичными И так далее Понимаете Что это вопрос Не ко мне Я эту Я эту технику Не закупаю Я точно так же Вижу все эти Нет Мы же за вашим мнением Просто обращаемся Вам не кажется Что это Что есть логика Да Это одна из причин Одна из причин Она справедливая Я думаю да Я думаю да Потому что По некоторым данным Когда вот я сталкивалась Ну когда я сама убеждалась Да Не просто там ля-ля кто-то Вот А конкретные данные Да Я думаю Что это так Но это Вот КНАП взялся Сейчас трясти Опять вот эти громкие дела Чем они кончатся Ну про КНАП Я думаю Наш слушатель Вот мы сейчас еще примем звонок Тоже могли бы многое рассказать Добрый день Добрый день Конфантин Коротень Куев Да Предыдущего звонившего Есть такое агентство Аналитическое Крупнейшее в мире РеАНД Оно готовит Материалы для ЦРУ Для АНБ И для Администрации Президента Трампа И так далее По заказу Еврокомиссии Они в 16-17 году Делали мониторинг Коррупции В Евросоюзе Классия стоит На первой тройке По количеству разворованных Уже собранных Подчеркиваю Бюджет денег И разворованных Коррупционеров То есть у нас 9-10 миллиардов Государственный бюджет Не ВВП А бюджет 4-4,3 миллиарда Разворовается То есть речь идет Не о теневой экономике Недоплаченных дологов А речь идет о том Что уже собранные С населения Деньги Воруются в размере 40-50% От бюджета Это официальные данные Полученные Еврокомиссии Спасибо И вам спасибо Спасибо И вам спасибо Да Вы как-то хотите Прокомментировать? Это еще Вслед за предыдущим Звонили Я не была Там с ними Поэтому Могу предположить Что эти данные Достаточно Точные Но Такова реальность Хорошо Коротко Вот у нас остается Пара минут Буквально по налоговой реформе Вы Насколько я помню Ну и вы И Ассоциация Тогда еще Достаточно Опять же Критически Комментировали Осуществленную Предыдущим правительством Реформу После этого Возникло Много побочных эффектов Вот я могу сказать Точно Что у спортсменов Очень много вопросов Было В частности По финансированию Спорта И спортивных клубов Ожертвования Да и другие отрасли тоже Сейчас Опять же По прошествии Ну уже Более чем года Полтора года прошло Что вы можете сказать Насколько Эффективна Эта Система новая Как вам с ней Как бухгалтеру Работается Мне элементарно Работается Я математик Мне это Никакого труда Не составляет Народу было Объяснено Не с того конца Как Любой предмет В школе Вот учитель Одно и то же Преподает Вернее Несколько учителей Один и тот же Предмет Преподает У одного Дети взахлеб Слушают А у другого Не в зуб ногой Не понимают И не знают К сожалению Тут Минфин Заказывал статьи У журналистов Которые добросовестно Записывали Но поскольку Они не специалисты Они Не замечают Неточности В терминологии В порядке Вот этой Предоставлении Информации Потому что Информации было Очень много В отношении Зарплат Ну тут Самый большой Конечно Минус Что вот Осталось Там 180 тысяч Этих самых Должников Да Остались По собственной Воле Потому что Доходы Должаков Вот как Остались Вот как у тебя Это увеличилось Откажись От И у меня гонорары. И поэтому я бухгалтеру пишу, применяй мне, Гунтыня, 23%. Потому что если ты больше удержишь, я лучше получу эту 13-ю зарплату. Народ не хочет вглубиться в это. Тут никаких математических, ну, ты же знаешь, сколько ты зарплату получаешь. Сколько ты вообще получаешь. Вот и все. Это во-первых. То есть 2 плюс 2? Совершенно элементарно. Совершенно. Лучше получить вот эту самую. А система только 2. Или мы всем применяем минимум, какой-то маленький, ну, как до того было. А потом пересчитываем. И, может быть, тебе больше можно. Ну, ничего не отнимали. Или так, как сейчас это делается. Первый год был действительно страшный. Потому что во всех аннотациях было, что вот вам вернут, вам вернут. И очень мало было примеров, что придется тебе заплатить. Все, спасибо большое. Майя Гребенко была у нас сегодня в развороте. Евгений Копеин, я Андрей Лешкевич. Всего доброго. До свидания.